Сегодня интересный ремонт на ремонте болгарка. Копировка ушла вот в таком виде и с интересным диагнозом. Не работает. На вопрос что именно не работает был ответ не знаю. Сначала нужно посмотреть что здесь и как-то определиться что здесь не работает. Это болгарка темп мшу 850-125. Возможно шелест не знаю. Но сейчас будем разбираться. Если взять допустим этот подшипник в принципе он неплохой. Такого биения поперечного нет. Если посмотреть сюда. Тут все не так хорошо. Здесь у нас просто втулка. Не подшипник. Здесь скорее всего все нормально. Видимо что-то здесь. Но я думаю что начал тарахтеть подшипник. Или этот или или вот этот. Здесь подшипник в принципе не такой плохой. А здесь тарахтит. Шелестит так скажем. Возможно начал сильно гудеть и его разобрали. Сейчас будем разбираться сначала с электрической частью. Все ли в порядке. Попробуем запустить. Если посмотреть в середину. Наверное вам не видно. Но я попробую подсветить туда. Вот так. Там видны щетки. Щетки в принципе выступают. Поэтому со щетками все более-менее нормально. Так. А что вышло из строя. Сейчас будем догадываться. Для этого нужно собрать и включить. Посмотреть крутится ли она вообще. И тогда уже определяться. Прежде чем собрать и проверить. Я смазал этот подшипник. Как смазываются подшипники у меня на видео есть. Суть в принципе простая. Снимаем защиту. Поддеваем аккуратненько иголочкой из середины. Именно из середины. Здесь жестко вставлено. А здесь есть зазор. Немножко при этом гнется защита. Ну ничего страшного. И чуть-чуть. Буквально чуть-чуть масла. Здесь тоже я снял защиту. Немного она тут коснулась из-за этого. Но потом аккуратненько отверточкой назад вдавил. То же самое. Иголочкой подсковырнули. Я немного использую смазку шрус автомобильную в автомобиле. Смазки много нельзя положить. Иначе она при нагреве расширится выдавится и сюда в электрическую часть на щетки попадет. Это нехорошо. Шелест конечно же перестал. Стука здесь нет. Просто шелест из-за того, что на сухо работал подшипник. Собственно и все. Назад теперь вставляем. Защиту до определенного щелчка здесь должен на место встать. По всей длине должен встать и в общем-то все. Я не показывал как я снимал. Я покажу как назад. Теперь буду ставить шайба. Сначала шпонка. Шпонка имеет небольшую выработку. Из-за этого немножко подергивается. Сначала шестерня. Теперь шестерня. Нанимаем шестерню на шпонку. Потом шайба. Стопорное кольцо. Стопорное кольцо снимается. Просто разводим отверточкой. И она оттуда выходит. Снимается просто. Вставляем отвертку. Выворачиваем. И она выходит из зацепления. Точно так же назад. Теперь шайба ходит нормально. В всяком случае мы можем собрать первую часть. С этим корпусом. Куда вставляется. Как-то его открутили. Как же его откручивали. Не знаю. Как же его откручивали. Вставим. Закрутим. И попробуем запуститься. Здесь вставляем вместе с уплотнителем. Ничего не шерестит. И можем попробовать работает ли электродвигатель. Какая сложилась ситуация. Для того чтобы собрать и поставить назад в этот корпус. Подшипник. Его потом нужно зафиксировать вот этими винтами. Через эту пластиковую штуку что-то у меня не получается это сделать. Поэтому придется пойти. Честно говоря не знаю как его сняли. Назад поставить у меня не получается. Сниму подшипник. Поставлю его сюда. Зафиксирую шайбу. И потом вставлю. Так во всяком случае нужно делать. Подшипник снимаем съемником. Можно попробовать конечно отвертками поддевать с двух сторон. Но боюсь что тогда могу эту пластиковую часть сломать. На что еще хотел обратить внимание. Я сейчас буду вставлять сюда подшипник. Здесь так много смазки. Причем эта смазка солидол убираем. Вообще. Кстати тут я нашел еще один винтик. Убираем вообще. Причина. Во-первых это много. Но не играет тут ситуация. Чем больше тем лучше. Во-вторых солидол это высухающая смазка. Она будет плохо смазывать. Как видите практически полностью убирать не надо. Она вымывать не обязательно. Потому что я буду сюда все равно смазку накладывать. Скорее всего шрус. Так. Ну кстати. Ну что же. Теперь вставляем туда подшипник. Закрепим его специальной пластиной. Собирать его вал. Теперь будет сложнее. Потому что необходимо будет вставлять шестерню с этой стороны. И тут стопорное кольцо. Проверяем на наличие потерянных шайбочек. Граверов которые могли здесь остаться. Вроде бы ничего нет. Иначе оно потом попадет в звездочки. Ну как бы все. Теперь здесь три маленьких винта. Которые нужно закрутить. И после этого будем вставлять сюда. Вставляем сюда вал. Закручиваем. Иначе тут могут быть проблемы. Если открутиться. И вставляем сюда вал. Немного придется подстукать. Сама не идет. Сейчас подстукаю. И начну собирать. с этой стороны. Сначала собирать не буду. Сначала соберу в корпус. И включу. Проверю. Работает ли электрическая часть. Все ли в порядке. И уже если все работает. Тогда начну механическую часть. Сама не заходит. Сейчас я немного постукаю молотком. Посадил я полностью. Вы поймете сколько нужно сажать. Полностью вся шпонка вышла. И даже немножко больше. Но это мы еще проверим. Все не так просто. Сначала нужно надеть. Придется снова вытащить. Поставить шпонку. И шестерню. Она так не влазит. Во время засовывания Нужно все-таки шестерню вставлять. Тут я немножко ошибся. И так что же. Приходится помучаться со сборкой. Я вставил на сток. Чтобы можно было все-таки надеть шестерню. Надел. Зацепил немножко. Туда стопорное кольцо. Надел шестерню. Не до конца еще вставил. Надел шестерню. Теперь она немножко туда зафиксировалась. И теперь до конца уже могу засовывать. Иначе потом шестерню не даст. Не даст установить вот этот центральный наплыв. Ну и теперь уже потихонечку ее туда сажаю. Неудобно. Вспоминаю производителей. Не злым тихим словом. Сейчас например открылось у меня место под шайбочку. И стопорное кольцо. Там зафиксировалась шпонка. Значит шайбочку вставляем. Стопорное кольцо. Как-то так вставляем. Не буду показывать. Темновато там в середине. Ну и нужно несколько рук. Чтобы туда сейчас чем-то дверточкой например заправить. Чтобы она стала. И затем уже буду собирать. Итак я поставил стопорное кольцо. Теперь уже в принципе движение нормальное. Вставляем. Определяемся как она тут. Вот эта штука наверно не так ставится. Вот. Может и так. Значит. Вставляем. Кольцов. Вставляем. Вставляем. И так. Когда включаем. в руках скорее всего будет удобно если будет стоять вот так и работать тут открыто закрыто все ну вот теперь можно поставить там она попала я забыл поставить эту штуку возвращаемся опять вставляем сейчас что я сделаю я поставлю парочку винтов и попробую вставить щетки и будет ли крутиться работает электрическая часть определимся с электрической частью и уже посмотрим куда дальше двигаться нужно определиться что все таки не работает или все работает возможно из-за шелеста подшипника был слишком громкий звук работы начало сильно гудеть тоже это одна из неисправностей ну ставим щетки вставляем середину вставляем этот лепесток так чтобы он туда середину зашел и закручиваем и будем включать так ну что ж я собрал могу включить пока так в принципе работает работает приемлемо значит с электрической частью все в порядке ну собственно получается наверное был вопрос сильный выдел подшипник теперь собираем в обратной последовательности ну и наверное все смотрим здесь втулка в принципе в приемлемом состоянии я попробовал она так более-менее никаких таких особых люфтов нет поэтому сейчас смажу будем собирать так ну теперь приступаем к сборке обратите внимание немного положил здесь смазки в основном на маленькую звездочку все остальное пустое может быть вы видели когда новые собираете новые разбираете то смазки мало это не потому что на заводе каким-то образом пожадничали и мало смазки положили просто этого не нужно делать во первых она будет расширяться и туда вылазить через подшипник в электрическую часть ну и когда вы работаете допустим нагрелась болгарка вам нужно когда вы ее ложите на хранение ложить не за провод верх ногами а вот в таком состоянии хранить тогда смазка сползает и наползает на звездочку и будет ее смазывать таким образом мы их собираем и будем пробовать что у нас получилось пока можем собрать не полный комплект допустим хотя бы на 2 вот небольшой включаем приемлемая работа все-таки видимо она началась слишком сильно худеть из-за подшипника который был сухим и шелестел ну а теперь полностью уже докручиваем все винтики которые здесь остались ставим эту штуку вот эта шайба прижимает держит кожух и все не вижу здесь в комплекте гаек которые держат сам диск ну видимо почему-то видимо он остался у хозяина на этом ремонт закончен слишком сильно гудел диагноз и возвращается счастливому хозяину всего доброго увидимся на канале подписывайтесь на канал и смотрите несложный ремонт любой бытовой техники